Всем привет, с вами Галактика, мы продолжаем долгое и неспешное прохождение Киберпанка 2077 на максимальной сложности. В прошлой серии вместе с Панам мы нашли Хельмана таким, давайте заберем его, посмотрим, что у нас будет дальше. Лучше вывезти его туда, где тихо. Согласен. Согласен. Кто там приехал? Похоже, твои новые друзья прикатили. Это он? Да, он. Вытащи его и закинь на мотоцикл. Интересно, они так приехали, а? Мы забрали всех наших, которых убили рядом с Ави. Теперь надо довезти их до лагеря. Нам тоже лучше свалить отсюда и побыстрее, сам понимаешь. Сейчас вся местная фауна сбежится и пошло поехало. Не знаю. А вот и кавалерия. Мич вызвал кое-кого из Альдекальда. Все чисто. Какой ты серьезный. На дороге никого не было, но лучше тут не задерживаться. И зачем он тебе? Мне надо задать ему пару важных вопросов. Надеюсь, ты получишь пару важных ответов. Сол. Здесь мы закончили. Все чисто. Слышал, ты спас Митча. Он и по нам. Они оба мне помогли. Надеюсь, он этого стоил. Я пыталась связаться со Скорпионом. Может, я могу чем-то помочь? Ты уже помогла. Я пыталась его удержать. Круто. Отворачивайся. Делай вид, что меня нет. А то у тебя всегда хорошо получалось. Погоди. По нам правда не виновата. Помолчи. Мы с тобой на брудершафт не пили. Никто никого не обвиняет. Ни в чем. Да. Конечно. Это все из-за меня. По нам помогало мне. Если бы не я, Ави бы не сбили. И Скорпион со своими парнями. За ним бы не поехали. Ты понимаешь, Сол? Если ты Альдекальда, ты отвечаешь и за себя, и за свой клан. Независимо от обстоятельств. Может, по нам нужно спросить тебя, по-прежнему ли она Альдекальда? Просто охренеть. Рад тебя видеть, конечно, но зачем вы нас догнали? Это все, Сол. Он приехал вместе с нашими. Мы убрали тела, я рассказал ему, что и как. Он сказал ехать за вами. Волновался, что с вами что-то случится. С тобой и с по нам. Сол? Слушай, может, вы с ним пока в контрах, но мы одна семья. Для семьи Сол сделает все. Только я уже не уверена, что я с вами одна семья. Ты знаешь, что это так. Возвращайся. Понимаю. Извини, что тебе пришлось на это смотреть. У нас иногда бывают такие споры и драмы. Но ничего, переживу. И ты тоже. Ну, старайся, не лезь на рожон, окей? Ну, что теперь? Вернешься в Найт-Сити. Я-то? Ну да, наверное. Мне надо посидеть и подумать. О разном. Сол и Митч, они ведь правда считают тебя частью семьи. Может, стоит дать им шанс? Не все так просто. Как и в любой семье. Они на подлете. У вас минута. Валим! Я тоже поеду. Байк-скорпион остается тебе. Осторожнее с ним. Даже интересно было посмотреть, как мы ехали на байке вместе с бессознательным телом. Эй. Где я? Что это за место? В мотеле. В жопе мира. А можно поконкретнее? Это неважно. Тебе все равно отсюда не выбраться. Зачем мы здесь? Я хочу поговорить про биочип, который ты сделал для Аросаки. Хорошо. Только сначала давай кое-что проясним. Тебя прислал не Йоринобу, а Аросака? Нет. Значит, у тебя ко мне предложение. Если твой босс платит больше, чем Кантао, то мы можем поговорить. Меня никто не присылал. У меня проблема, и ты поможешь ее решить. Не понял. А при чем здесь тогда биочип? У меня в голове конструкт Сильверхенда. Это сводит меня с ума во всех смыслах. И будет еще хуже, если его не убрать. На плакатах об этом не писали. Даже мелким шрифтом. Как Сильверхенда? Его конструкт? Это невозможно. Откуда у тебя этот биочип? Я украл его. У Йоринобу Аросаки по заказу одной телки, которая потом меня кинула. И ты решил, что лучше всего будет засунуть его себе в голову? В тот момент других идей не было. Потом я словил пулю в бошку, и конструкт меня перезагрузил. Я знал, что план Йоринобу провалится. Кто бы мог подумать, что это будет именно так. Уникальный прототип Аросаки буквально оказался на улице. Сука, убери биочип из моей системы. Это не так просто. Я не понял сейчас. Это же ты его сделал. В чем проблема? Если ты говоришь правду, то в голове у тебя новая экспериментальная версия биочипа. Просто так его не вынешь. Мой рипер сказал... Ты что, показал биочип какому-то мяснику? Кто еще о нем знает? Да я чуть не сдох. Или ты что думаешь, что я первым делом поехал сбивать Ави Кантао? Чем эта версия отличается от старой? У нее другой тип энграммы? Более... Разумный. Агрессивный? Уникален сам биочип, а не энграмма Сильверхенда. Все предыдущие версии чипа служили исключительно для контакта с записанными энграммами. Они выпускались поштучно и стоили до хера. Все верно. А этих еще меньше. Они служат для установки энграммы в новое тело. Когда я уходил из Аросаки, проект был еще на этапе тестов. И сколько стоит бессмертие? Кто мог бы позволить себе такой чип? Никто. Эта модель должна была остаться в лаборатории. Прототип делали по приказу Сабура Аросаки. Он лично с самого начала курировал весь проект. Если бы не Юринобу, никто бы о нем и не узнал. А если бы не ты, проект бы не завершился успехом. Это настоящий прорыв. Как по плану должна работать эта новая версия? Вы хотели, чтобы энграммы выкидывали людей из их собственных тел? Так и должно быть? Во время испытаний мы предполагали, что тела к моменту установки чипа будут уже нейронейтральными. То есть мертвыми? Да, поэтому то, что случилось с тобой, так интересно. Ладно, твой прототип работает. Теперь вынь его из меня. Не-не-не. Мне надо на него посмотреть. Эй, мы едва знакомы. Ты еще не заслужил мое доверие. А как ты себе представлял нашу встречу? Чтобы тебе помочь, я должен тебя осмотреть. Ладно. Невероятно. Это похоже на... Жесть какая. Этот пиджак будет нам помогать. О, боже! Что? Что там? Как жаль, что я не смогу это толком изучить. Да, очень жаль. Не быть тебе подопытным кроликом. Говори, что делать. Мне очень жаль, но у меня плохие новости. Твоя нейронная сеть полностью разрушена. Она не сможет работать самостоятельно? Единственное, что я могу сделать... Е-е-е, давай поторгуемся. Это дать тебе координаты хорошей клиники в Швеции. Там прекрасное оборудование. Тебе помогут справиться с болью на терминальных стадиях. Погоди. Ты сказал, что проект был на стадии тестов. Откуда ты знаешь, чем это кончится? Я-то знаю. Я только что видел, как конструкт грызет твой мозг. Он запрограммирован так, чтобы приспособиться к новой среде. Любой ценой. А твой недоразвитый куриный мозг не умеет с этим бороться. То есть... Энграмма рано или поздно победит. Да. А из того, что я слышал о Сильверхенде, эта победа будет именно в его стиле. Ну, надо же. Похоже, я стал легендой Воросаки. Так что именно происходит у меня в голове? Это лучше ты мне скажи. Каково это, жить с двумя личностями? Это не то же самое, что слышать голоса в голове. Ты одновременно и ты, и Сильверхенд. Я вижу его и могу с ним разговаривать. Это, конечно, не вполне разговор. Но я понимаю, о чем ты. Скажи, ты уже заметил, что конструкт влияет на твои решения? Блять, может, хватит? В смысле? Ты начнешь делать то, что раньше казалось неприемлемым для прежнего тебя. Ты же знаешь, кем он был. Это не просто рокер, это фанатик, террорист, самоубийца. Ну, ебанутся. И кто же из нас втирает тебе хуйню? Поэтому я считаю, что тебе пора подумать об изоляции в клинике. Джонни, по крайней мере, не продался, как ты. Ты его защищаешь? Или это он сам сейчас говорит? Погоди, погоди. Может, он даже пытался уже взять контроль над твоим телом? Только на минуточку. Нет. Слушай, а правда, хорошая же идея. Слышь. Шучу. Ты смотри, этот пиджак тебя сейчас заболтает. Знаешь что, хватит с меня. Ты тянешь время, что ли? Не пойму никак, ты пытаешься убедить меня, что бесполезен? Тогда я просто стрельну тебе в башку и сэкономлю нам обоим время. Ну, наконец-то. Я попытаюсь тебе помочь, если ты пойдешь со мной в Кантао. Пытаться недостаточно. Такое ощущение, что ты как будто хочешь купить себе проход на китайскую сторону. За мой счет. Ты знаешь, сколько стоят данные в твоей голове? Даже если я не смогу тебе помочь. Их надо спасти. Ебать мой лысый хуй. Он совсем, что ли? Сам же сказал, что ты прав. Забудь про Кантао. Других идей нет, что ли? Если ты хочешь обратиться к кому-то еще, могу отдать тебе данные по проекту. Полную документацию, чертежи, расчеты. Кантао предлагала за нее довольно много. Данные у тебя? Нет, блядь, у тебя. Нахуй нам сдался без них. Ви. Такэмура? Что он тут делает? Хороший вопрос. У него к тебе тоже пара вопросов. Не огорчай его. Вдруг он тебе поможет. Почти закончили. Где данные? Лучше, чем ничего. Может, найдем кого-то, кто понимает этот технотреп? Что вы с ним сделаете? Пока еще не решил. Вы что, серьезно? Ну, я могу быть импульсивен. Он ваш. Я вас оставляю. Я надеюсь, мы договоримся. На твоем месте я бы приложил все усилия. Ви, я запомню это. Ох, как жарко. У меня язык, как наждачная бумага. Ох, неужели Ви не дал тебе даже стакан воды? Возмутительно. Бесчеловечно. И они такой. Ты сразу почувствуешь разницу. Я дам тебе целые ведра. О, нет. Не стоит. Блядь, что за... Блядь! Да сядь ты, господи! Это биочип? Ну, не третий же месяц беременности. Очень смешно. Шутки шутками, но выглядишь ты хреново. Сука! У тебя сердце барахлит. Посиди, отдохни. А то обнулишься, а нам еще дела делать. Бла-бла-бла. Ебать Арасаку. Бла-бла, блядь. Взрывать Микоши. Ты че, правда превращаешься в меня? Ну ты как, готов? Не исключено. Собачимся, как два старых пердуна в парке. Пора бы немного остыть и начать доверять друг другу. Я уже не понимаю, что делаю. Раньше я хотел стать легендой Найт-Сити. А теперь хочу просто выжить. Только перед лицом смерти человек становится тем, кто он есть на самом деле. Ты еще вполне успеешь кем-то стать. Да, может быть. А как это было, когда ты умирал? Я чувствовал себя королем. Даже не думал о поражении. Не верил до самого конца. Только сейчас начинаю понимать, что умер. Сейчас? У тебя было полвека, чтобы это понять. Микоши как будто усыпляет, понимаешь? Я не ощущал, что время уходит. Просто не замечал этого. Со мной делали, что хотели. Я помню только холод, темноту и страх. Или это была твоя смерть. Что-то эта жопа в шортах на фоне перебивает всю трагичность разговора. Слушай, зачем вообще Арасака построила Микоши? Был бы я в голове Сабура Арасаки, а не в твоей. Подкупая людей, промываем мозги. Но только в Микоши ты можешь заглянуть им в душу, проанализировать ее и перепрограммировать. Они собрали там неплохую коллекцию. Все как один талантливые раннеры с убитыми душами. Наверное, их как-то используют, как-то контролируют. Власть над сердцами и душами. Вот зачем все это. Как обычно. Корпорации всегда стремились управлять людьми. Амбиции Сабура еще больше. Он хочет управлять человечеством. Да, теперь ясно, почему ты ненавидишь Микоши. Ее не должно быть. То, что там творится, причиняет миру больше горя и вреда, чем все войны корпораций. Знаешь почему? Они могут изменить твою личность. Ты станешь кем-то другим и даже не догадаешься об этом. Да, это хуже всего. Корпорации уже забрали у нас весь мир. А теперь тянут лапой к нам. Ну, он же, типа, как бы не специально. Ну ты как? Готов? Поэтому, ладно, мы, наверное, идем. Идем. У нас много дел. Идем. Так, задание выполнено. Все, у нас эта сюжетка завершилась. Хорошо. Давайте посмотрим, во-первых, что у нас тут пишут. 60% игры мы прошли уже, как я понимаю, да? Это пока я не совсем понимаю, что за проценты. Хорошо, давайте поднимем уровень. Я предлагаю вкладываться в силу пока. У нас еще будет, в принципе-то, что, 20 уровней, да? В теории. Там, говорят, к 50-му потом качаться очень-очень сложно, очень долго. Вероятность крита. А тут у нас здоровье, выносливость, урон кулаков, штраф к скорости передвижения с захваченным врагом. Дробовики, атлетика. Кстати, мы можем еще винтовки прокачать. Умное оружие считается за винтовки? Ладно, мы не будем, мы пойдем пока в силу. Немного возьмем, может быть, там, 6 силы. Потом, может, 6 реакций возьмем. По чуть-чуть туда, по чуть-чуть сюда. И... Здесь у нас... Действуют дольше. Передающие еще скрипты. Да, надо взять вот эти... Новые демоны. Туреля на 3 минуты. Давайте камеры сначала на 3 минуты возьмем, а потом и турели по единичке пока вложимся. Так, и еще у нас, кстати, да, был... Чип, собственно, сам появился. Мы сможем, интересно, что-то с ним. Уровень доступа 0. Срок засекречивания бессрочно. Хельман ответственный за проект. Алгоритмическая основа прототипа души ГУП. Сохрани свою душу. Предварительный анализ. Основные положения проекта. Новая версия биочипа должна обеспечивать не только хранение цифровой энграммы, способной к базовой коммуникации, но и перемещение в органического носителя. Тело улучшенное версией конструкта личности, способного к самостоятельным действиям. Новая версия конструкта личности, сохраненная в биочипе 2.0, сохраняет большинство когнитивных и виртуализованных двигательных функций исходного носителя. Но на пробных тестах эмоциональные реакции усовершенствованного конструкта совпали с исходными на 75%. Примечание. Мы не рассматриваем аутентичность, только совпадение с матрицей образа. При этом показатель совпадения волевых реакций колеблется в пределах 80-90%. Успех создания улучшенной энграммы обеспечивается прежде всего применением экспериментальной полиглиальной структуры новой системы копирования нейронов в псевдоматрицы. Смотри, такой-то раздел. Необходимым условием активации биочипа 2.0 является прекращение всех жизненных функций носителя, смерть мозга, остановка сердца. Только полное необратимое угасание нейронной активности делает возможным загрузку энграммы и захват контроля над телом. Перезагрузку. Исследования с участием носителей, находящихся на грани биологической смерти, не увенчались успехом, поскольку биочип 2.0 не проявлял активности. При работе с носителем, находившимися в состоянии биологической смерти, отмечалась начальная активность биочипа, которая постепенно прекращалась, учитывая, что невыполнение технических требований было исключено. Выявление истинных причин позволит добиться больших успехов, то есть полная активация биочипа 2.0, соответственно, подготовленным органическим носителем теле. Полное описание целей проекта, смотри, в таком-то разделе. Окей. Давайте посмотрим. Вот тут ничего не это самое важного не пропустили. Где-то какие-то диалоги я похватал и не заметил. С мертвых тел, видимо. Ну, вроде ничего интересного. Да, и здесь тоже у нас... Все уже прочитано. Хорошо. Так, игра нам говорит, что все, иди, встречайся с Такимурой. Но, может быть, может быть, может быть, мы займемся еще немного сегодня, раз у нас так, ну, в принципе, быстро закончился сюжет. Может быть, мы займемся... Какими-нибудь заказами, а почему нет? 300 метров. А, это мы купить можем, да, такую? Ну, 49 тысяч пока дороговато для нас. Давайте вызовем нашу тачку. Мы можем, кстати... А, ну, подожди, 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 выходи, выходи. Сейчас посмотрим. Деломейн. Деломейн. Так, так. Ну, давайте мы... Вызовем... Байк Скорпиона. Байк такой, ничего, тоже, да? Покатаемся немного для разнообразия на этом байке. Так. Я не понимаю, что со мной. Привет. Я все думаю про Соло, про Мич, про Скорпиона, про свою бывшую семью. В общем, неужели я ее потеряла? Или она мне не нужна? Или мне надо найти другую семью? Я не понимаю, что со мной происходит. Вот я живу в большом городе, могу делать, что хочу. Но разве это свобода? Я бросила прежнюю жизнь только потому, что... Мне что-то не понравилось. Это значит, что я всегда от всего буду бежать. Понимаешь, что я имею в виду? Окей. Давайте мы вот что-то такое лучше отвечаем. Просто вернись. Даже если... А как же Сол? Его характер уже не изменишь. И относиться к нему по-другому я тоже не смогу. Так что даже не начинай мне тут про компромисса. Я и не собирался, я автоматически ответил, да, походу? Просто с человеком можно жить, даже если он тебе не нравится. Банально, ну так и есть. Сама увидишь. Да-да, какой? Все равно немного диалог, ну ладно. Здрасте. Здрасте. Очень хороший день. Хорошо. Беседы. Подождем. А, подождать звонка Джуди. Хорошо. Мы подождем. Но я хочу... Что, дайте мне свидание здесь. Что у нас тут? А, надо было с тачки слезть точно. Ви, надо срочно решить одну проблему. Кто-то начал перехватывать дроны моего знакомого. Глянь координаты и найди виновного. Все подробности я приложила. Тип заказа диверсия. Мой хороший знакомый. Москита ведет бизнес в пустошах. Он обвешивает дроны пакетами со всякими чудесными порошками. Отправляет их в Найт-Сити. А потом на его счет поступает перевод, с которого он отстегивает мне долю. В последнее время дроны прилетать перестали. Кто-то перехватывает их по дороге. На последнем дроне, кроме товара, был еще геодатчик. Воры ничего не заподозрили, следуя за сигналом и сделая так, чтобы дроном больше ничего не угрожало. Окей. Дакота Смит это фиксер в пустошах. Я, может, конечно, что забыл, но как будто бы мы первый раз о ней услышали. Возглавляющая северно-калифорнийский клан Помо. Меточка была здесь новая, что да? Это новый для нас был персонаж. Уже продала свою почку. Окей. А у нас... О! По идее, вот она, да? А, давайте мы сейчас выполним задание и к ней в гости наведаемся. Я думаю, это будет интересно. Может быть, просто я не читал. Мы когда-то о ней что-то узнали, да? Я просто не читал. Так. Да, и отключение камер у нас теперь есть. Угу. Тут все заскриптовано. Получено достижение. Это у нас... О, давайте в дружественный режим. Это у нас турель. Давайте замкнем этого товарища. Расходи, не стесняйся! Он вполне живой. Хорошо. Этим двоим сразу, да, прилетело. Отлично. Далековато немного. Замкнись, пожалуйста. Давайте заражение, может быть, туда кинем. Ух ты! Вот этим двоим передалось заражение сразу. Недурно. Ну, что я теперь не вижу. Блин. Пролистал немного. Давайте еще заражение. И тому перешел заражение. Ух ты! Урон, конечно, у него не шибко большой. Но... Вполне. Вполне. А там, по-моему, еще было что-то, что... При каждой последующей передаче урон увеличивается. Только я не помню. Это где-то талант там надо было брать или что? Давайте этого товарища замкнем. Крит что-то было написано, да? Можно было что-то перезагрузить. Все по единичке, да? Вот мы сколько... Используем замыкание. Все по единичке, да по единичке. Что у нас? Давайте дружественный режим. Камера у нас... Ключена вроде бы, но мы... Давайте ее лучше... В дружественный режим переведем. Там вон еще одна камера. Место такое интересное в целом. Где там эта камера? Взлом протокола. Скоро у нас уже... Уровень поднимется взлом протокола. Так. И давайте еще один запрос. Сейчас куда-нибудь кинем. Или пойдем вон взломаем этот самый. Да ладно! Не бойся ты! Тут турелей. Больше. Чем я думал. Давайте взлом протокола сюда тоже кинем сейчас. Или наш уже прошел, или что. БД-55. Отлично. Во! По единичке, конечно, это красиво. Все. Вроде больше никого здесь нет поблизости. Так. Давайте первым делом... Взломаем точку доступа. Ага, вот как-то так. И теперь посмотрим, что у нас тут вы победитель. Ваше наследство. Розыгрыш. Тут ничего интересного для нас нет. Туралейте мы... Если мы перехватываем управление, мы... Оооо, инженерное дело поднимается у нас. Неплохо. Можно будет сейчас пройти по этим... Все-таки по 100. Ну, с другой стороны, да, я перестал гранатами пользоваться в последнее время вообще. Я... Перестал качать инженерное дело. Таким образом... А этими взломами мы будем очень долго качать, конечно же. Тише-тише-тише-тише. Тише-тише-тише. Давайте. Тут тоже мы... Ээээ... Дружественный режим. Потому... А, она уже в дружественном режиме. Типа, я понял. Перехватываем управление тоже. Давайте выключим эту камеру. Не вижу еще... Одну турель. Ну, что там у нас? Уровень нет? Не поднимается взлома протокола? Пока не спешит еще. Инструкция. Как разобрать дрон и не получить от меня звездюлей? Не... Применяйте силу. Если не откручивается, не трогай. Разбирай подальше от песка. Песок плюс электроника равно говно. За говно не платят деньги. Не умеешь работать с паяльником? Не трогай. Не оставляй батареи на солнце. Большое человеческое спасибо. Можно взломать его было. Да, что такое? Надо просто нажать F. Окей, давай взломаем. А, взломали? Так просто. Я думал, ну взлом будет. Нет? Что-то не по-русски. Вирус. Ну как так? В наше время даже последние придурки шифруют каналы связи. Но нет. Так что там в сообщении? Вирус. Жалые стилеты купили вирус. И рассылают его по округе через антенну. Тут вроде есть поблизости какая-то антенна. Ну да, есть. Но скоро не будет. Это вообще к чему все было? Мне интересно. Вирус прилагая. Ничего сложного. Ставьте щепку в панель управления передатчиками или антенны. И начинайте передачу по всем каналам. Если нет такой возможности, вирус будет рассылаться на все частоты по очереди. Вирус распакуется на дронах, которые вы выберете. Выключат питание. Будут проблемы, пишите. Ну, по идее, все к этому заказу, да? С летучими веществами. Хорошо. 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 Как же фонарика не хватает. Ну, где-то камера одна сверху еще, да? Не выключена. О, ручками мы ее не выключили. Так-то мы вроде ее отключили. И нет, ни одна. Еще есть несколько. Вот это у нас в дружественном режиме. Мы ее отключим. И где-то сверху. Мне нравится, что дружественный режим сразу активируется. А еще вот тут такое... А, он, наверное, вон с... О, друг, как у тебя дела? Давай мы тебе сбросим настройки. Такое... Такое... Медленное отключение. Поньк. Проблема. Оп, не там. Босс, у нас проблема. Или у нас товар реально испаряется, или кто-то отсыпает себе в карман. Вопрос в том, для собственного пользования или чтобы толкнуть налево. В общем, надо кому-то с этим разобраться. Окей. Еще одни чудо-валенки. О, три тысячи так просто валялось. Нормально. Так, это у нас уже под дружественным режимом. Отключим ее. А, мы могли тут подняться, по идее, да? Тут темно и ничего не видно. А вот это без дружественного режима. Смотрю я на этот передатчик и вспоминаю. Что же? М? Помнится, в 2020-м мы использовали такие для пиратского радиовещания. Передавали хардкор-панк на полицейских частотах. Лучше бы вывести его из строя. На всякий случай. Все? Типа дело сделано? Мм. Где-то еще одну камеру я не выключил. Ну, мы, наверное, что? Попробуем, может, как-то спуститься по-хитрому? Давайте попробуем. С двойным прыжком. Оп. Четненько. Мм. Мы тут могли залезть тоже. Интересно. Где-то была тут еще точка доступа. А, вот здесь она, совсем недалеко. Я ее заметил. И мы ее взломаем. Так. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что там нам надо? Теперь 55. 71С. Окей. Две с половиной тысячи мы получили. По-моему, камера была... Где-то на входе, да? О, привет. Во, отключили ее тоже. Так. Ну, все. Тут дело сделано. Мы чуть-чуть не добрали. Надо было в другую сторону бежать, да? Там наша... Наш байк. Чуть-чуть не добрали... До... Уровня в этом. В взломе протокола. Неплохо вышло с антенной. Многим наемникам голова нужна, чтобы в нее есть. Но ты меня радуешь. Маршруты москита снова в безопасности. Заказ выполнен. И выполнен на совесть. Так, давайте мы проедем к этой даме. У нее мы еще точно не были. Пару тел там осталось недолутанных, да? С... Белыми серыми вещами. Вот такое. Вау! Тихо-тихо, тормозить, тормозить. А то сейчас бы в толпу людей бы въехал бы. Вот и хорошо. Вот и славно. Так и было нужно. Что ты здесь только что видел? Эй, слышь, мы знакомы? Нет, но я пришел знакомиться. Я слушаю. Я думал, кочевники не сидят на месте. Решила остепениться? Да. Таких, как я, называют статиками. И мы тоже необходимы. Нужно же заботиться о тех, кто приходит и уходит. Ага, заботиться. За известную плату. Верно. Расскажи мне о пустошах. Я смотрю, у вас тут никакой движухи. Это ты зря. Надо только открыть глаза и уши. Пустоши – это экосистема. Кочевники, стилеты, корпорации, бродяги. Вместе они образуют единый организм. Убери одно, и баланс нарушится. Окей, ничего интересного нет. В принципе, в диалоге, к сожалению, маловато, маловато. Ну ладно, может быть, да, по мере, опять же, выполнения каких-то ее заказов, в пустошах здесь будут появляться, может, какие-то новые персонажи, новые диалоги. Я могу забрать в два приема. Просто не хочу веселье портить. Это кто? Здравствуй. Мои незнакомы. Я Элизабет. Мы с мужем хотели бы предложить тебе разобраться в одном деликатном вопросе. Ты это сможешь. Кто твой муж? А могу я спросить, кто твой муж, и, собственно, кто ты? Я бы не хотела сейчас обсуждать подробности. Встреться с нами, и мы все объясним. Я уже сказала, это очень деликатный вопрос. Что это за деликатный вопрос? Если ты не против, я бы хотела обсудить это лично. Мы можем встретиться? Да, давайте встретимся. Сейчас перешлю тебе адрес. Увидимся. Стража беспорядка. Встретиться с Элизабет. Место встречи... Так, а тут у нас нету случайно... Какой-нибудь точки быстрого перемещения, может быть. Не-а-а... А зря. Я, кажется, тут... немного помешал четыре силы всего надо отпусти а ну того не стоит денег нет ну вы держитесь поехали привет солнце у меня для тебя есть роскошный заказ как говорят на улицах если вака дает роскошный заказ то это говно в обертке от конфеты это деликатная история деликатная ну все теперь точно соглашусь работа как работа просто клиент но требовательный все клиенты имеют право требовать твой чем-то отличается от других он хочет чтобы все прошло строго по его плану но и платят за это неплохо и такой заказ я могу доверить только тебе всякие малоопытные обязательно облажаются спасибо за доверие теперь я уверен что это говно в обертке от конфет а есть подробности алло о задумалась лака она нам что-то все это время типа рассказывал наверное а парень то правда виновен он точно заслуживает смерти я работаю фиксером они прокурором а что такого он сделал протоколистом тоже не работаю берешь заказ или нет не но я беру тебя там разберемся отлично клиент будет ждать тебя на машине на углу шестой и брендон стрит машине поедете с ним вместе он хочет своими глазами увидеть как ты завалишь этого типа удачи тебе уличное правосудие давайте посмотрим да это у нас отдельным заданием второстепенного не просто заказом сесть и подождать билла полностью с тобой согласен какая-то ерунда не работа заказные убийства это немного не то для чего мама тебя рожала думаю поговорить с этим биллом яблонским можно но я бы на твоем месте спасавал стражи беспорядка если работа начинается как классический детектив тебе звонит роскошная женщина и просит о встрече не сообщая никаких деталей то есть то есть три варианта или тебе это снится или ты смотришь хреновый вирт или кто-то хочет тебя надуть думаю первые два варианта можно отбросить ну ладно мы пойдем чего по стражам беспорядка сейчас с элизабет встретимся посмотрим что там за делом тут наверное где-то ближайшая точка будет вот в центре на самом деле довольно много машин конечно там такой неплохой в целом трафик остальных местах машины только нарисованы вдалеке здрасте ой уэви прошу вас в машину окей добрый день я джекерсон пиралис ты уже говорил с моей женой элизабет очень рад господин пиралис госпожа пиралис давай мы будем на ты моя жена разбирается она сказала что мы договоримся теперь я понимаю почему и так в чем заключается работа картер поехали элизабет как ты наверное знаешь мэр люциус райан недавно скончался мы хотим узнать как это произошло громкое было дело разумеется пресса желает и новостью много недель это ведь их заработок так вы думаете они что-то упустили общается со мной да есть основания предполагать что да вроде следствие по делу уже закрыты разумеется полиция очень быстро доказала что смерть наступила по естественным причинам райан умер дома якобы отказ кардиоимпланта но нас настораживает нападение киберпсихопата в мэрии за несколько дней до этого по версии полиции эти события никак не связаны вот какой вопрос эти ваши подозрения как-то связаны с грядущими выборами мэра разумеется если люциус райан был убит то мы должны это знать с чего вы взяли что в полиции ошиблись у вас есть улики незадолго до смерти райан задумал резать бюджет департамента полиции возможно это кому-то не понравилось нам удалось найти брейнданс нападением киберпсихопата наш начальник охраны не нашел ничего подозрительного нам нужен кто-то кто хорошо разбирается в брейндансах это необработанная запись брейнданс надо вернуть на место сегодня же иначе у многих будут неприятности если согласишься помочь можно сразу и посмотреть да давайте посмотрим откуда эта запись это было публичное выступление в таких случаях запись стандартная процедура безопасности после нападения она была изъята полиции как доказательство пришлось приложить немало усилий чтобы ее добыть маке и да 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 хорошо посмотрю что можно сделать замечательно будем тебе признательны если хоть как-то сможешь прояснить ситуацию ну и что у нас тут это я хочу спросить что ты тут делаешь хороший вопрос это ведь и мой мозг правда и в этот раз не надо снимать жопы телочек все внимание на мэра понял это официальные записи выглядеть она должна соответствующая мы посмотрим сначала да все спокойно а потом про это самое будем искать подсказки минутку подождите здесь пожалуйста дальше нельзя ривер уорд полиция полиция пускаю это важно мне нужно поговорить с начальником охраны мэра после конференции а 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 у а м utt о я у вот В этот раз не надо снимать жопы тёлочек. Всё, внимание на мэра, понял? Это официальная запись, и выглядеть она должна соответствующая. Шпоньк. Ну, давайте посмотрим. Ой. Я просканировать его хотел. Табом. Кто такой этот холл? Понятия не имею. Для меня они все на одно лицо. Так. Как там у нас? Шифтом слои переключаются. Вторая пресс-конференция за три дня. Не понимаю, чего ради мы собрались? Вот поэтому я мэр, а ты нет. Сейчас особенно важно быть на виду. Иногда надо отдыхать. Отдохну вечером. Номер во дворе Алой Королевы готов? Да, конечно. Хорошо. Ну всё, иди. Надо порепетировать. Двор Алой Королевы. Тебе это о чём-то говорит? А, где в кракет играют и розы красят. А потом королева такая. Голубь ему давай. Короче, так бы и сказал, что ничего не знаешь. Вот. Так, нам надо наоборот вот сюда и шифтом проклацать вот сюда. Ну, давай, попади. Попади. Вот так пойдёт. Покушение произошло буквально, как только они ушли. Выглядит, как будто это было задумано. Или псих просто улучшил момент и воспользовался шансом. Не впадай в паранойю. Минутру. Подождите здесь, пожалуйста. Дальше нельзя. Риверворд, полиция. Полиция. Пускаю? Покушение. Подождёт. Это важно. Мне нужно поговорить с начальником охраны мэра. После конференции. Коп хотел что-то передать охране. Ну да, что он встанет в очередь желающих лизнуть в жопу Райну. Терминал завис как раз в тот момент, когда он проходил через рамку. Это не случайный глюк. Ну, бывают и более удивительные совпадения. Например? Например, трахнешь тёлку и её сестру в один и тот же вечер. А потом выясняется, что не обе монашки. С тобой, правда, такое было? Нет. Ну, могло же. От него звук идёт. Ну? Нет, его, наверное, надо не со стороны звука просканировать, да? Не с этого слоя. Теории. Нет, нет, нет. Как раз здесь. После конференции. Что за мелодия? Не узнаю. Мелодия? Которую он напевает. Я бы не назвал это мелодией. Поёт и поёт. Его имплантами можно хромировать полгорода. Наверняка всё так и было. Тело пропало из морга, никто ничего не видел. А потом какой-нибудь коп прикупил себе новую тачку и пижонские шмотки. Ты этого копа за руку ловил? Или так, треплешься? Да я уже столько в жизни видел, что мне не нужно никого за руку ловить. Люди не меняются. Ммм. Ну, то есть треплешься. Так, так, так. Вот, за убийство государственного служащего 300 баксов награда всего лишь. Лысеющий мужчина. Качественные боевые протезы, предположительно дорогостоящие. Окей. Выходим. Брейн-дансы с Джонни так ещё веселее. Сталин, нужно больше. Ты вернулся. Прекрасно. Нужно больше таких брейн-дансов нам по квестам разным. Так, что ты думаешь? У нас паранойя или ситуация? Весел? И правда, подозрительно. На корточках перед вами поползаю. Так, слишком рано делать выводы. Ви? Не хочу делать поспешных выводов. Пока информации мало, рано о чём-то судить. Да, да, конечно. У тебя есть какие-то вопросы? Новый заказ. Я могу встать, нет? Помогу. Что такое двор Аллой Королевы? Извини, без понятия. Впервые слышу. Кто такой Холт? Заместитель мэра. И его цепной пёс. Сейчас он идёт на выборы. Но это мы видели про Холта. В новостях показывали. О чём была эта конференция? Да ни о чём. Райан просто любил выступать перед восхищёнными массами и потом на себя по телеку смотреть. Насколько я помню, официальной темой было снижение уровня преступности в Найт-Сити. Райан собирался этим похвастаться. В смысле снижение? Райан объявил пасифику независимой территории. Её статистика перестала идти в зачёт города. Ха, ловко. Что известно про полицейского, который спас Райана? Это детектив Ривер Уорд. Хороший малый. Мы не раз с ним работали. Если хочешь с ним поговорить, я могу это устроить. Охранники мэра тоже из полиции? Нет. Все они подобраны Холтом и работают в корпорации. Хотя среди них есть и бывшие копы. У кого-то, кроме охраны мэра, был доступ к терминалу? Только у полиции? Уорд появился так вовремя. Или это невероятная удача, или хорошая информированность. Мне нужно и то, и другое. Неплохо сказано. Пересылаю его контакты. Если что-то ещё понадобится, мы поможем. Только скажи. Так, хорошо. Давайте позвоним. Уорд слушает. С кем я говорю? Меня зовут Ви. Я расследую смерть Люциуса Райна. Расследуешь? Ты не из полиции. Он больше на сутенёра какого-то похож, конечно. Я знаю, что ты пытался предостеречь мэра насчёт киберпсиха. А что ещё ты знаешь? Что нам нужно встретиться. Я собираюсь выпить кофе в мордатом Бизоне. Сейчас подъеду. Так, хорошо. Встретиться с детективом. Давайте, может быть, подлетим к мордатому Бизону. У нас новое это появилось. Давайте сейчас посмотрим. Новый заказ. Чётко после этого задания. После просмотра брейнданса появился. И по идее мы о нём уже что-то должны знать сразу же. Так, так, так. Возврат собственности внедорожника Милитеха. Интересно. Вроде ничего с этим делом не связано было. А, я, наверное, мимо проезжал. Наверное, наверное. Я уж подумал, что как-то где-то что-то связано здесь было. Мы, наверное, когда на лимузине ехали, мимо этого задания проезжали просто. Это мы тоже вроде бы читали. Да. Тут, похоже, к тебе пришли. В чём дело? Риверворд? Да, это я. А ты Ви, так? Мой напарник. Детектив Хан. Спасибо, что согласился со мной встретиться. Ты правда будешь работать с наёмником? Я ещё не решил, что буду, а что нет. Для начала послушаю, что нового о смерти Райана. Ты опять об этом? Шеф тебе уже сказал бросить это дело. Ты бы лучше его послушал с первого раза. Чтоб проблем не заиметь. А не хочешь слушать его, послушай меня. Я ведь твой друг и добра тебе желаю. И я тебе говорю, бросай. Так я же ничего не делаю. Просто сижу, пью кофе и слушаю сплетни. Ладно. Поступай, как знаешь. Я не ввязываю. Пора мне. Я и так уже к дочке опаздываю. А вы, ну, хоть уйдите в тихий уголок для таких беседий. А то ещё подслушают. Ну, говори. Я смотрю, детектив Хан не в восторге от наёмников. Не бери в голову. Детектив Хан вообще мало от кого в восторге. Кроме своей дочки. Ты хотел поговорить? До покушения ты пытался связаться с людьми Райна и передать через них сообщение. Что в нём было? Сначала ответь на мой вопрос. Зачем ты вертишься вокруг этого дела? Кто тебя на нём? Извини, я не раскрываю личность заказчика. Ну, видимо, зацепок у тебя уже много, и я не последний шанс. Надеюсь, что так. Я-то тебе ничего не скажу. Ни по злобе, ни из вредности. А просто из соображений моей же собственной безопасности. Ты уж это пойми. Чтобы я раскрыл рот, мне нужно точно знать, чьи уши меня услышат. Ну, они вроде о нём хорошо отзывались, как бы, да. Меня наняла Элизабет Пиралис и её муж Джефферсон. Так называемый будущий мэр. В общем, этого следовало ожидать. Знаешь что, хан прав. Здесь слишком хорошая аркустика. Пойдём в мою машину. Окей, ладно. Окей, ладно. Ребята из моего участка задержали Хорвата Вороя. Он стрелял по мусорным бакам и кричал, что у него назначена скорая встреча с мэром. Кого задержали? Питера Хорвата. Психопата, который потом напал на мэра. Его закрыли, но он вдруг потерялся, даже не успев дать показания. Где как будто бы в брейнданс не смотрел, да? И ты решил предупредить мэра о возможной опасности? Просто так? По доброте душевной? Ничего себе. Тебя послушать так в этом есть что-то постыдное? Нет, не постыдное. Скорее, очень редкое. Только что значит потерялся? Как это вообще могло произойти? Просто кто-то не хотел, чтобы в этот день он сидел в камере. И можешь не спрашивать. Я не знаю, кто именно. А теперь я спрошу. Почему Пиралис взялся за это дело сейчас? И почему неофициально? Может быть, он просто боится. Не хочет занимать кресло, с которого уносят ногами вперед? Я бы тоже не хотел. Я думаю, он пытается дискредитировать Холта. Считает, что Холт в этом замешан? Не знаю. Но даже если нет, убийство мэра бросает серьезную тень на его заместителя. Ты знаешь, что такое Двор Алой Королевы? Ничего не слышал? Может, и слышал, может, и знаю. Но как это связано с Райаном? В день своей смерти он туда собирался. Короче, надо нам встретиться с моим информатором. Насколько я знаю, Двор Алой Королевы – это элитный клуб. Где он? Без понятия. Информатора спросим. А потом мы поговорим с бабой, у которой работал Хорват. Или можем сразу поехать к ней. Это уж ты решай. Хм. В смысле можем? Это дело не дает мне покоя. Так быстро его закрыли? Подозрительно. Ты выполнишь заказ, а я найду доказательства и смогу убедить шефа возобновить следствие. И все довольны. Ну что, куда сначала? Едем к информатору. Клуб – это уже какая-то зацепка. Как угодно. Мой человек работает здесь. Ты с ним поболтай, а я подожду снаружи. Передай ему привет от Игоря. Он знает, кто это. Ведь это твой информатор. Меня он не знает. Наша прошлая встреча закончилась неудачно. Для него. Люди, которых он сдал, об этом узнали. У тебя больше шансов вытянуть из него что-то добром, если я не буду маячить перед носом. А что это за малый? Владелец магазина. Любит всю дусовать свой нос, а клиенты у него разного пошиба. Так что знает много. К тому же он трус. Идеальная комбинация. Ну ладно, жди тогда здесь. Задание все интереснее и интереснее прям. Я думал, мы посмотрим брейнданс, и на этом все закончится. Тебе чего? Добавить огоньку в серые будни или есть какая фантазия? Поможем исполнить любой каприз. Я ищу один клуб. Двор Алой Королевы. Я бы советовал начинать с чего-нибудь помягче. Рекомендую бар Лизис в Кабуке. Или Облака в Джапан Тауне. Мне нужен адрес. Этот адрес знают только избранные, понимаешь? А если ты его не знаешь, тебе там не будут рады. Привет от Игоря. Нет уж нахер. Я с этим завязал. Так что можете дружно от меня отъебаться. Догнать информатора. Бля. Привет, Нил. Отвали. Спокойно. У меня всего один вопрос. Здесь смотреть нечего. Кому сказали, уматывай. Оставьте меня в покое. Все равно я не буду сотрудничать. Двор Алой Королевы. Дай нам адрес, и мы уйдем. Да, да, как в прошлый раз. А потом ко мне пришли, переломали все пальцы. Пальцы. Я тебе такое переломаю, что ты в раз забудешь про пальцы. А начну с голеней. Знаешь, как это больно? Ладно. Ладно. Успокойся только. Клуб находится за чертой города, у реки. Район Бонита-стрит. Ты там был? Больше я ничего вам не скажу. В зад меня поцелуйте. Ну и ну. Расследование сдвинулось с мертвой точки. Выглядит перспективно. Но я бы еще заглянул на рынок. Рынок? К женщине, у которой работал Хворват. Я тебе говорил о ней. Не стоит бросать этот след. Да, идем, идем. Так, идем. Ну ладно. Проверим этот твой рынок. На моей машине поедем? Да, поехали. Хорошо, давай. А, блядь! Я посижу немного. 90% времени детектив проводит за болтовнёй. Может, в этот раз сменим подход? Сперва вопросы, а потом угрозы. А что делает остальные 10% времени? Рапорты пишут. Так с кем нам надо поговорить? Да уже пять раз сказали с кем. Ты говорила на босс киберпсиха? Кристина Марков. 42 года. Единственный работодатель Хорвата. И вообще его единственный контакт. Давай, Ви! Я понятия не имею, кого мы ищем. Будем спрашивать. Я начну слева, а ты бери правую часть. Тебе больше денег не хочу. Сюда все уже разбегаются. Где мне найти Кристину Марков? Никто со мной говорить не хочет. Что там? Это вы Кристина Марков? Я? Нет. Вон там она. Магазин электроники. Спасибо. Я знаю, где она. Идем. Это хорошо, потому что мне никто ничего не сказал. Кристина Марков. У нас к вам пара вопросов. Вы агенты? Ну да. У вас там, конечно, народ убитки. Да? Полиция Найт-Сити. Это детектив Уорд. Что вам надо? У вас работал некий Петер Хорват. Работал, работал. А потом перестал работать и начал без перерыва речи толкать. А много он тут получал? За его импланты ведь можно скупить весь этот рынок. Ха-ха-ха. Да ужасно много. Эдди лопатый греб. Миллионером был. Мы тут все такие. Есть идеи, откуда у него могли взяться такие суммы? Были бы у меня на этот счет идеи. Я бы не торговала тут всяким дерьмом. А прикупила бы Ави. Да улетела бы отсюда подальше. Он просто в один прекрасный день пришел с имплантами и весь на взводе. Я спросила, откуда это все? А он ответил, что его, наконец, оценили по достоинству. А потом опять задвинул очередную свою тираду. Когда Хорват начал себя странно вести? Хороший вопрос. Это смотря что называть странным. Тут ведь надо понимать, что нормальным Хорват не был отродясь. Но вот если сравнивать Хорвата до отсидки и после, получатся два совершенно разных чудика. Толкал речи, значит? И о чем же? Корпораты крепко держат Райна за яйца. И все равно он смог меня наебать. Это общий смысл. Почему он был так зол на мэра? Отчего ждать логики от психа? Может, ему казалось, что Райан говорит по телевизору только с ним? Обещает всякое. А потом ни хрена не делает? Ну, вот так он смотрел на мир. Был уверен, что все вокруг только и мечтают лично ему насолить. А больше всех, конечно, Люциус Рай. А может, все-таки была между ними хоть какая-то связь? Что сказать? Хорват любил легкие деньги. Отсидел-то ведь не просто так. Он работал на самых разных людей. И на простых, и на непростых. Может, у него и Райна были какие-то общие знакомые. У вас все? Детективы? А то вы мне клиентуру пугаете. Его, наконец, оценили по достоинству. У Хорвата были спонсоры. Этого следовало ожидать. Пускай сейчас кажется, что мы ничего не узнали. Но информация часто набирает вес только в контексте. Допустим, человек говорит, что у него болит голова. На первый взгляд, маленькая деталь, которая ничего не значит. Но потом этот человек вдруг шагает на дорогу прямо под колеса машины. И тут сосед вспоминает, что кто-то недавно чинил кондиционер в квартире у погибшего. Случайность? Стечение обстоятельств? Или умышленное отравление некой аэрозольной смесью? У тебя правда было такое дело? Нет. Это я только что придумал. Но принцип ясен. С ними я сам разберусь. Уйди с дороги, Лак. Твой приятель сел надолго. Ты тоже хочешь к нему зарешивать? Не будем вмешиваться. Он сам сказал, что он сам разберется. А, ну да. Договориться с вами сложно. Единственный ваш подельник, который был способен связать два слова, сидит за педофилию. Давайте так. Вы сейчас быстро отсюда валите, и я не стану привлекать вас соучастниками по делу Рая. И свою сраную тачку помой. Да. Я поеду с тобой. О, мы сразу приехали. Я не пропускал ничего. Алло? Давай, Вей. А? Поговорить. Район животных. Это район животных. Дашь совет, как себя с ними вести? Не скаль на них зубы и почеши им брюшко. Очень смешно, блять. Действуй на свое усмотрение. Ордера все равно нет. Говори, если что найдешь. Сесть в машину Ривера. Нам советуют. Нет. Интересно, если я вот сейчас сяду. Засчитает. Наверное, мы не можем в нее сесть. Окей. Может, это потом. Алло? Что происходит? Я нажал. Он нам что-то говорит. Я попробую загрузиться. Что-то здесь пошло не так, по-моему. Ну, вот сейчас вроде чуть лучше. Как минимум, само задание сесть в машину не заглючило. Так. Это район животных. Давайте мы проскипаем этот диалог. Мы его слушали только что. Действуй на свое усмотрение. Так. Все. Войти на склад. Хорошо. Идем. Он сейчас нам позвонит. Ну, давай. Звони. Я отвечаю. И все равно ничего не происходит. Ну, ладно. Давайте тогда... А, мы, кстати, могли же сразу взлом протокола первым делом. Давайте посмотрим у нас... Что-то я хотел... А, да. Я хотел взять как раз еще один демон. Окей. И теперь мы можем... Хочу ли я тут по стелсу все это дело попробовать сделать? Или не очень? Я даже не знаю. Давай еще раз попробуем. Лебовый. Ха. Здесь смотреть нечего. А, да. Я не могу туда запрыгнуть, слышите? Не хватает высоты прыжка, но я могу запрыгнуть сюда. Если мне очень захочется. Оу. Или могу залезть здесь. Тут черный ход. Животные не выставили охрану. Видно давно сюда никто не заглядывал. Интересно. Только... А. Вот открыть. Оп. Товарищ вроде ушел. Тут вроде ничего нет. Нам надо в клуб попасть. Вроде не смотрят. Не будем его трогать. Воу, 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 воу. Ты откуда тут такой вдруг взялся друг? он тут меня засекли окей держись я сейчас буду я не могу ничего с ними сделать кстати а ну-ка а есть контакт они такие прочные весьма тише 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 давай перегрев тебе я наверно хочу все таки попробовать потише забраться запрос не показывал мне этих товарищей всех слишком много зеленой всякой гадости был дать попробуем еще мне кажется что звонок от ворда этот он просто чтобы как бы да связь поддерживать со мной позвонил не больше так у нас все равно только тут мы можем забраться давайте хотя бы сделаем так и сейчас осмотримся взлом протокола с отключением камер так есть контакт две камеры я вижу тот товарищ меня не видит что самое забавное возьмем вот это делаем тут просто на три минуты дольше получается так так давайте сохранимся и теперь можем попробовать запрос кинуть им запрос не показывает он показал так вообще вообще мы как бы можем все же пойти как обычно как-то так тихонечко сбрасывая настройки к примеру им всем они тут патрулируют довольно неплохо так интересно сколько одна секунда еще осталось на видном месте конечно сейчас помрет там отключится хотя по моему они не умирали у меня с одного замыкания но кипиш поднимали было дело сейчас кстати да запрос нормально сработал а то запрос не столько подсвечивал зеленой гадости которая все перекрывала может быть там в зависимости с какого предмета мы запрос кидаем это нет сейчас вроде тоже нормально по хотя что он нет сейчас как раз он не подсветил всякие эти приблуды давайте с камеры может быть запрос попробуем нет тоже всякая ерунда подсвечивается но не эти давайте через этого попробуем я вижу твою ногу ну давай а у нас да еще не активно ау по-моему был еще один где-то тут товарищ есть у меня какое-то такое чувство вот да сколько там шесть секунд еще не поднимая кипиша по стелсу идем хорошо по моему идем ну давай бабки подними да и все ладно этот раз не увидит вот надо сохранится на вид обычная мастерская там клуб я тебе говорю то есть типа у тебя чутье интуиции коп что-то вроде того и ведем на другой стороне зараза уже хочу запрос сначала на всякий случай давайте взлом протокола тоже сделаем 1с 55 вову и теперь сбросим его настройки там сверху что-то есть взломаем сейчас точку доступа почитаем две записи одна у нас здесь а вторая снизу систему наблюдения она у нас 8 устройств выключим на всякий случай и подключиться просто нажатиев сколько тысяч всего лишь а я хотел запись дает здесь где-то было вот здесь дневник тренировок жрать нечего только какие-то какое-то дешевое говно антонио говорит от него у него от него растут сиськи от этого говна я понял не хочу сиськи ясно здесь у нас еще запись тортом мы мы это читали уже много раз здесь мы просто на улицу вышли нет тут ничего не откроется может быть это дверь это вроде тоже мы тут на улице просто вышли это вроде тоже мы тут на улице просто вышли ну да а ну-ка ну было понятно что в этой штуке она весьма подозрительная была она весьма подозрительная была что она минус там втором третьем это же никого не знаю что тут было но кто-то очень старался замести следы что нам надо искать попробуем найти кабинет администратора такой в каждом клубе есть победить предводительницу животных так взлома протокола здесь не будет скучно хуюшно чё в джазе только девушки видал уже в джазе только девушки римы вообще говно вот кёртис и лемон вот это реально были мужики у каждого свои недостатки пацаны кажется вам пора с одного замыкания я их по моему не убиваю с одного замыкания я их по моему не убиваю мне что-то кажется надо сбросом настроек орудовать здесь ничего интересного нет о и чё я сделал наверно что-то хорошее полиция найт сити анатомия распада в этой книге не будет сложных фраз цветистых метафоры я не писатель я коп точнее бывший коп попавший под массовые сокращения я пишу эту книгу не ради денег или славы я пишу ее потому что я в бешенстве и не могу спокойно смотреть как уничтожают полицейский департамент я знаю что мы были не идеальны найт сити всегда считался опасным городом но мы старались бог свидетель мы старались как могли нам не хватало денег людей техники но вера в своё призвание вела нас вперёд мэр этого не видел мэр хотел снизить расходы раз полиция не приносит прибыль придётся её приватизировать сказал он на пресс-конференции ровно через день после того как семеро наших погибли от рук гиберпсихопата Виста Далерей в тот же день полицию перевели в частные руки новому начальнику который раньше был главным менеджером по продажам в дата терм было важно только одно деньги он сократил личный состав наполовину уменьшил число патрулей а тем ребятам и девчонкам которые ещё оставались на улицах сказал сосредоточиться на выписывании штрафов результат не заставил себя долго ждать показатели преступности рванули вверх переулки заполнились трупами тротуары стали скользкими от крови в это время пиджаки на площади корпорации открывали шампанское потому что спрос на частные охранные услуги вырос в тысячу раз окей а тут всего три силы нужно по скромному так а тут уже надо побольше здесь больше нет ничего интересного вот это за три силы мы а вот разве что вот сюда так ну вроде никого не вижу больше вроде бы никого давайте заберём отсюда деньги и идём что там пятьдесят вот так да легко я уже хочу подраться с этой предводительницы животных камеры мы вроде как все отключили там по барабанной снизу у нас точка доступа где-то о это мы читали никого хорошо сейчас к нам придут мне что-то кажется да ну елки-палки никола сработало сработало хорошо угу тут ничего интересного нет так постой секундочку там могильщица просто о 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 блин эм нету там ну так тоже пойдёт Это мы, по-моему, можем просто оглушить Привет, Найт-Сити Не, не можем Ну, вот так вот Почему мы не могли его оглушить? Ну, ладно, тут, короче, уже Раз, нам все равно нужно победить А, мы ее уже, по-моему, победили Да А, нет Допросить предводительницу Найти кабинет Так, аммм Нам, по-моему, сюда Нет Ну, наверное, это и есть кабинет Нам нужны их компы, это в самую первую очередь Я по поводу Люциуса Райна, покойного мэра Он был здесь в день своей смерти? Может, был, а может, нет Хер его знает Но вот ты вполне можешь побывать здесь в день своей смерти Шутка! А что вы тут караулите? Тут уже и красть-то нечего А мы не караулим, мы сидим, ждем, блядь Чего ждете? Платы за честно сделанную работу Видишь, разгромили тут все в лучшем виде Короче, дело сделано Теперь бы деньги получить Хм... А кто заказчик-то? А, а твое какое дело? Ну, могу поторопить с оплатой А я такая тупая, что ли? Ты реально думаешь, я на такое поведусь? Я догадываюсь, кто это И мне тоже есть, что с него спросить Короче, я под него рою И когда я его достану, тогда вы и получите свои деньги Но сначала надо убедиться, что мы говорим об одном и том же типе Уэлден Холт Правая рука и бойцовый пес Люциуса Райна? Кандидат в мэры на грядущих выборах? Подходящая мразь для такого Спасибо за помощь Допросили Левитирующую даму Так, ладно, нам нужны компы еще Файлы, запись с камер Окоченел уже Смерть наступила явно больше часа назад Карты травмы при себе нет Думаю, он намеренно ее где-то оставил В таких клубах не любят, чтобы экипаж травмы высаживал двери в самый горячий момент действа Похоже, сердце Избыток острых ощущений, если понимаете Окей, да, давайте так Коронер найдет его дома Что писать, я надиктую Умер во сне, тихо, как младенец Парни его уже выносят Да нет, никто его не увидит Точно? Да, да Все сделаю и перезвоню Ну было сразу понятно, что напарника был чем-то замешан Сейчас перешлю Похоже, твой чумба зачем-то скрыл обстоятельства Смерти Райна Ой, чумба Ты про Хана? Да, про него А ты ничего об этом не знал? Черт Нет, не может быть Уходи оттуда, Ви Я напишу ему, что хочу встретиться в Мордатом Бизоне прямо сейчас Немедленно Окей, выхожу Подожди меня Так, хорошо Давайте мы сейчас еще быстренько почитаем Клуб набирает популярность ВП заходят туда чаще Думаю, не надо объяснять Так Не говорите Никого не пускать без приглашения Приветствующего знакомого сегодня Хочет зайти вечером в клуб Он встревожен тем, что сегодня случилось Поэтому большая просьба его не беспокоить Дайте ему отдельную комнату Хорошо, без проблем Важно, прочитайте сразу У Элден Все пошло В общем, да Райан, кажется, умер В смысле, точно умер Он, когда приехал, сразу пошел в свою комнату После него туда никто не заходил Я клянусь Он сидел там пять часов Обычно максимум два Я решил пойти проверить Но там уже было без шансов Что мне делать? Важно Прочитай сразу Ничего не делай Жди моих людей До этого никого в клуб не пускать Всех, кто внутри, вывезти Тем, кто знает Прикажи молчать Скажи утечка газа Или сообщение о бомбе Придумай что-нибудь Нам нужно срочно закрыть клуб Гостей уже проводили Весь персонал скоро разойдется Я пока здесь Жду еще пару людей Важно Вот что Как они сразу подойдут Посылайте их сразу ко мне вниз А сами сразу по домам В мастерской Скажи, что завтра выходной Кажется Касается каждого Позвоню, когда все прояснится Пока всем сидеть тихо Где деньги? Холд Королева Гиена Мы забрали файл Который ты хотел Остальное сломали Практически Перемолотили в муку Где наши деньги? Люди начинают говорить Что от Других мы могли бы получить больше Намного больше Где деньги? Так, хорошо Все, теперь нам надо просто уйти отсюда Да, давайте С нее тут что-то вывалило Зелененькое Я Не могу подобрать А, у нас тут есть Выход отсюда Сразу Оу Оу Очень удобно Вообще суперудобно Я бы сказал Оу Твою мать Ух, туман еще какой Ты, я смотрю, с той же компанией Заткнись, Гарольд Я знаю, что ты сделал Я не спрашиваю, почему ты это скрыл Не спрашиваю, зачем дал себя в это втянуть Я хочу знать одно Кто отдал приказ А какая разница, Ривер Почему тебе это так важно У тебя совесть чиста, можешь спать спокойно Знаешь почему? Потому что я взял всю ответственность на себя Ты понятия не имеешь, как в этом городе, что работает Веришь в дутые лозунги, пустые фразы Думаешь, они что-то значат? Это все треп один Эй, что ты на меня так смотришь, наемник? Ты знаешь, что я прав Я не отсюда Я не откуда А, кочевник Сейчас объясню Полиция Это моя семья Мой клан Семьей нельзя порвать К родным Нельзя повернуться спиной Семья в основе всего С этим не поспоришь Этот город быстро пожирает одиночек Бросил семью и ушел Ви Я благодарен тебе за помощь, но Это не твое дело Я сам разберусь И как разберешься ты? Арестуешь меня? У меня есть запись Есть мотив И есть твое признание Так что могу и арестовать Но в этом нет смысла Можешь даже не говорить Кто отправил тебе заметать следы Я и так знаю И раз тут начальство замазано Пойду в отдел внутренних расследований Они тоже ничего не сделают Со мной А вот ты Сам лишний раз подставишься Ехал бы ты домой, Ривер Поспи Успокойся Утром будет проще Уложить все это в голове Я лично так и сделаю Твою мать Кажется, у нас уже утро Ну, что теперь? Я этого так не оставлю Не могу Райна убил Холт Просто хотел занять его место Самый банальный мотив И самый правдоподобный Использовал полицию Чтобы замести следы Но 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 как он его убил? Я вижу только заметание следов Даже если все было так У тебя нет никаких доказательств Сообщу во внутреннее расследование Этого хватит Чтобы возобновить следствие Блин, а если я скажу ему Не делай этого Или Блин Давай, Ви Но он реально Он сам подставится Как только Доложит об этом Мне кажется Может стоило бы Покопать Но Вариант Не делай этого Это Не обязательно Значить то, что я Хочу Чтобы мы дальше Там как-то нашли более Серьезные доказательства Там признания Какие-нибудь Там еще чего С Холтом Может быть Поговорили с этим Но мне кажется Что это Это не тот вариант Я даже не знаю Ну давайте Попробуем Сказать Не делай этого Я Блин Не делай этого Тебя уволят В лучшем случае В лучшем случае Да И все равно Ничего не изменится Может вы правы Только чхал я На ваше мнение А ты Поедешь теперь К пиралисам Отчитываться Да Ладно Я тут пока Останусь Спасибо тебе Ви Ну вот как я и говорил Да Что Мы просто Прекращаем Как бы Может сказать Ему лучше Стоило бы Чтоб Давай Иди Рассказывай Его убьют Тогда Блин Я даже не знаю Все сложно Ну ладно Выбрали Это уже Иначе выбрали Давайте позвоним В общем Я уже представляю Что стоит за смертью Райна Хорошо Пожалуйста Зайди к нам Такие деликатные вопросы Лучше обсуждать Лично Будем ждать Как бы понятно Что у Холта Этого есть Мотив И все остальное Но Я может что Невнимательно Тут где-то Прослушал Пропустил Но Умер Да этот Мэр Вроде Сам там В комнате Да Никто вроде К нему не заходил Там действительно Просто все Скрыли Это И убрали Его из клуба Ну Наверное Все Проще Намного Да И на самом деле Этот Холт Его убил Каким-то образом Черт нам серию Надо было закончить Давным-давно Давайте мы Наверное Все же Сейчас ее Закончим И в следующем В следующей серии Уже Ай ладно Короче Давай Давай Пойдем Доложим Спасибо Знаешь Скажу тебе Одну вещь Я слушаю Ничего Им не говори Не дай себя В это втянуть Это дело Как Трясина Неосторожный Шаг И провалишься С головой Ну что Придумал Блядь Короче Делай Как Знаешь Все равно Убеждаю Тебя Беспорезно Будут Том И Рокси Они Согласились Участвовать Так Хорошо Кстати Майка Тоже Будет Как Ты Убедила Достала Козырь Из рукава Вечером Расскажу Только Мне лучше Вот что Скажи Ты Какую Пиццу Больше Любишь Стофу Тунцом И Ананасами Пеперони И Саранчи Боже Мой Я не люблю Такую Пиццу Я не Очень То Люблю Пиццу Серьезно Что Ли Ты Еще Скажи Что Дышать Не Любишь Как Можно Не Любить Пиццу Ты Не Первая Кто Мне Предъявляет На Эту Тему Так Так Чего Увидимся Вечером Да Увидимся Конечно Конечно А Черт Может Скажешь Что ты Там Придумала Если Заходи Чувствуй себя Как дома Джефферсон Скоро будет Много камер у них тут Я вот Вообще Знаете Чего Подумал Что Это Они Все Замутили Чтобы Подставить Этого И У них Тоже Есть Мотив Да Они Кто Кто Джефферсон Мэром Будет Следующим Бороться С Этим Будет Чтобы Убрать Всех Конкурентов Продолжим Хроники Титании Так Что там Ты не понимаешь О чем Говоришь Усмехнулась Зеленовалосая Девушка Я видела Много Миров И все Они Были Построены На лжи Без Исключения Хотя Пожалуй Это Первый Мир Где Все Так Упорно Отказываются Это Признавать Веса Титания Почувствовал Что Закипает Как Это Иноземка Смеет Сомневаться В том Что Породилось Счастье Миллионам Людей Она Даже Ничего Не знает О нашей Утопии Пронеслось У него В голове Это Ты Ничего Не Понимаешь Наконец Выпалил Весан Титания Дала Нам Все Впервые За миллиарды Лет Все люди Стали Равны Девушка Мягко Улыбнулась И В ее Янтарных Глазах Заплясали Азорные Искорки Равны Переспросила Она Тогда Почему Ты работаешь На этой Консервной Фабрике Почему Ты Несчастен Весан Почувствовал Прилив Раздражения Но Взял Себя В руки Разве Это Иноземка Виновата Что Ее Сознание Не может Воспринять Суть Идеального Общества Ее Мир Судя По Описанию Был Примитивен И страдал Под гнетом Феодалов В сравнении С Весаном Она Казалась Ребенком Сообразительным Но Самоуверенным И невежественным В обществе Должны Быть люди Которые Выполняют Такую Работу Принялся Объяснять Весан Тем более Сейчас Робототехника Развита Настолько Что Производство Стало Полностью Автоматизированным Наша Задача Только Наблюдать С чего Ты взяла Что Я Несчастен За меня Все делают Роботы Стои Ты же Знаешь Что такое Роботы Естественно У нас Они тоже Есть Только Из Глины И Камня Ответила Зеленоволосая Незнакомка Тем же Что в вашем мире Ничего не делают Вручную Получается Такие работники Как ты Стали менее ценными И разве у вас нет Тех Кто отдает Приказы Сверху Молчание Девушка Рассмеялась Заметив Смущение Весана В ее глазах Снова Блескнули Искры Извини Произнесла Она Может ты Правда В равных С остальными В этой Копра Корпорации Но Я уже Немало Здесь повидал И твой мир Не выглядит Таким Как Каким Ты его Описываешь Так Есть у вас Тут какие-то Тайные О Голосу Запирались Бескомпромиссный Общественный Деятель Который Умеет Добиваться Своего За что Я борюсь Необходимо Лишить Корпорации Влияния На политическую Жизнь Найт Найт Сити Мы можем Этого Добиться Поддержите Мою Предвыборную Компанию Чтобы провести Ее без Поддержки Корпорации Вместе Мы выиграем Эти выборы Если я выиграю Я выиграю Все Что вы Получите Независимый Город И свободу От тирании Мегакорпораций Значимые Для горожан Решения Больше не будут Исходить От менеджеров Которые Сидят За столами Из Красного Дерева И даже Не представляют Что происходит В Пасифике Иоц Неравные Возможности Для всех В области Образования Первый год Своего срока Я обязуюсь Выделить 20 полных И 30 частичных Стипендий Город будет Финансировать Образование Минимум 200 самых Способных Студентов Ежегодно Продолжим? Благодарю Мы рады Тебя видеть Элизабет Сказала У тебя есть Новая информация Я внимательно Слушаю Я не хочу Делать Поспешных Выводов Это запутанное Дело И в нем Много вопросов Так что Мне бы не хотелось Делать поспешных Выводов Делать Ну что ты Что ты Об этом думаешь Джефф Милый Умей читать Между строк Запутанное Дело Смерть В собственном Доме От сердечного Приступа Какие уж тут Вопросы Значит Мы были правы Да Этого мне Достаточно Мы должны Быть осторожны Очень Осторожны Джефф Именно Это Хочет нам Сказать Ви Благодарим За помощь Вот гонорар Вам нужно Беречь Друг друга Смотрите На его Довольное Лицо По-любому Это он Тут все Привет Привет На чем Мы остановились Я подслушаю Ваши Предвыборные Разговоры Нет Нет Не подслушаю Осторожней Пожалуйста Хорошо Вернемся К этому Позже Ты меня Слушаешь? А конференция? Вы сможете? Мы попадем В мэрию? В мэрии Нет 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 Джефф Только Недавно Сдал Мандат Как вы Не понимаете У него Такое Право Там Выступать Как у Райна Значит Делайте Сегодня Хватит Нас Запугивать Мы Не сдадимся Конференция Будет В мэрии Ну где-то Джонни Я им Ничего не сказал В принципе Задание Обновлено И Выполнено Так Хорошо Ну окей Вроде бы Пока что Все А у нас А где Кстати О Беседы о революции У нас На следующую серию Будут Да Пока что Мы в любом случае Серию закончим Давно уже Пора было 75% Игры уже Пройдено У нас Походу Ну ладно Может быть Будет еще Продолжение Я бы хотел Видеть продолжение Вот В этом Сюжете Было бы Интересно Но С другой стороны Может быть Потому что Я сказал Детективу Этому Никуда не лезть Продолжение Не будет Ну ладно В любом случае Пока что Всем спасибо За просмотр У нас серия Сегодня Долго такая Получилась Всем пока И увидимся В следующей серии Продолжение следует